Распределить обязанности и взяться за них 7 секунд. Давай этим сейчас и займёмся. Берём наш основной продукт. Я буду очищать кожуру с груши. Ну, стараться красиво, чтобы получилось у меня. А ты будешь очищать сердцевинку. Не нужно резать пополам. Буквально донышко прям срежь вот здесь. Сохраню, сохраню, сохраню. Чтобы форма осталась. Сохраню, давай. Всё, поехали. Груши я очень люблю. Груши я везде употребляю, потому что в китайской, корейской кухне груши добавляется фактически во все мясные блюда. Ну, во многие, по крайней мере. Потому что она помогает перевариванию мяса. Дима, расскажи, семья у тебя творческая? Да, семья у меня творческая. У меня супруга манекенщица, модель, можно так сказать. Мы познакомились с ней, в принципе, на одном из конкурсов красоты, организатором которого я был. Надеюсь, она победила? Она не победила, но для меня она всегда будет победительницей. Она человек творческий, натура у неё креативная очень. Я, конечно же, подтащил её к нашему одному очень важному подразделению в нашем холдинге. Это свадебное агентство, и она у меня там управляющий такой партнёр. То есть у тебя жена и на работе, и дома партнёр? Да. Вот так. Повезло. Повезло тебе. Да. Дима, готово. Принимай работу. Ох, слушай, супер. Просто супер. Хорошо. Что делаем? Дальше, ну, у нас практически вскипела водичка. Мы сейчас сюда добавим ваниленчика немножко для вкуса. Ну, насколько я понимаю, это не столько ванилин, сколько всё-таки ванильный сахар. Наверное, да? И погрузим сюда наши брестольские груши. Что с ними делаем? Сейчас ставим обратно на плиту и варим буквально пять минут. Я себе так представляю, так полупрозрачные груши. Вот это вот и так красиво. Главное здесь не переборщить. Не сделать это произведением искусства, на которое хотелось бы просто смотреть и не есть. Дорогие друзья, отведённое для груш время прошло. Они подварились. Давай всё это дело украшать на тарелке. Самое главное ты забыл. Мороженое. Пломбир. Сейчас достану. То есть подаются груши с мороженым. Понятно. Ну, вообще, надо полагать, что это блюдо хорошо бы оформлять прямо перед подачей. Это сейчас специально для вас. Итак, завершающий момент. Выкладываем на порционную тарелку пломбир, водружаем на него саму грушу и обильно поливаем её малиновым сиропом. А напоследок украсим блюдо веточкой мяты, ягодами свежей малины и взбитыми сливками. Ну, в принципе, всё. Наш десерт готов. Отлично. Друзья мои, пусть грянет тушь. Сварились пять брестольских груш. Дим, ну любое шоу хорошо, когда оно вовремя заканчивается. Совершенно верно. Мы закончили вовремя. Yes. Отлично. Я тебя поздравляю. Спасибо, Саша. Желаю твоим гостям приятного аппетита, тебе отличного вечера. До встречи. До встречи, Саша. Совсем скоро начнётся третий званый ужин недели. И его хозяин, директор концертного холдинга Дмитрий Городжий, готов к встрече гостей. Ой, Олечка. Здравствуй, Дима. Привет. Привет, дорогая. Проходи. Проходи. Прекрасно выглядишь. Спасибо. А у меня для тебя есть подарок. Так, интересно. Обратите внимание. Былое и дума. Очень приятно. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Раскрою тайну. Это книга, на самом деле, книга-прикол. Это только обложка у неё такая пафосная. А внутри, на самом деле, это ежедневник для записок. Хайф. Ого, Мазачик, хайф. Здорово. Проходи, дорогая. Проходи. Поздравляю тебя с твоим днём. Спасибо тебе большое. Можно подарить. О, у тебя новые валенки. Ну, каждый день меняю, как носки. Ага, здорово. А это что? Ты хлебешь? Да, ем. Это он. Это он? Твой фирменный? Мой. Супер. Йо-хлеб. Йо. Спасибо тебе большое. Проходи, пожалуйста. Я подарил Дмитрию хлеб, потому что я считаю это уместным подарком к ужину. И мне хотелось ему сделать приятное. Ну что, Мазай, как тебе квартирка, Димина? Мне нравится. Стильненько, здорово. Светло так. Всё в белых тонах. Да, да, да. Мне нравится, когда такой стиль. Минимализм. Картины хорошо, очень выпукло так смотрятся на таких стенах. Гармоничная пара такая. Угу. Так, а тут что у нас? Стулочка. О, смотри, пока фотографии. Наверное, жена. Наверное, модель. Похоже. Ну, красивая пара. Классная фотография, на которой Дима изображён со своей супругой, отражает то, что он счастлив с ней. Видно было, что они такие светящиеся, они очень красивые, действительно гармоничная пара. Мне показалось, что они даже внешне похожи друг на друга. Так, а это ещё что у нас такое? Это откуда-то из Вьетнама братского. Да? Можно примерить? Может быть, это летающая тарелка. Смотри, как. Ой. Как я? Похож? Себе очень. Да, прикольно. Слушай, от дождя, от снега. Так я думаю, от солнца главное. Ну, я говорю, и. А, ну. Он, наверное, шляпы собирает, да, потому что, посмотри, здесь ещё различные варианты. Хороший подход вообще. Как правило, привозят магнитики или какие-то там тарелки с названием города и страны. Вот. А в данном случае, я считаю, что это в большей степени говорит и о стране, и в большей степени говорит о том, что Дмитрий более, может быть, практичный или с фантазией человек. О, привет, чемпион! Привет, Дмитрий. Проходи. Проходи, рад видеть. Проходи, пожалуйста. Поскольку Дима человек шоу-бизнеса, я не могу точно гадать, какой ужин и какой сегодняшний день будет, да. Могу сказать, что точно скучно не будет. О, Ирочка, привет, проходи. Проходи, дорогая. Привет, Димитчика. Ты, как всегда, не с пустыми руками, я смотрю. Конечно, все для тебя, дорогая. Наконец, моя очередь. Да. Хорошо выглядишь. А как ты хорошо выглядишь. Спасибо тебе большое. Проходи, пожалуйста. Я преподнесла Дмитрию подарок. Но этот подарок больше предназначается для его маленького сына. Поэтому я не стала его доставать. У вас мои фотографии. Со звездами, с актером. Красавец, Дима, да? Да. Это, видимо, в бане. В бане со звездой. Это вот актер с актером Дима. Ну, Дима, конечно, лучше выглядит. Что тут в голове? Да. Я не думаю, что вот Дима хотел просто показать нам, что он, допустим, знаком со звездами. Мне кажется, что вот именно в этих фотографиях присутствуют те именно звезды, которые от души и как бы просто дружат с нашим другом, вот, с Димой. Ботиночки лыжные. А то, что он катается, это видно по ботинкам. Завеса тайны над личностью хозяина дома слегка приоткрылась. Но это только начало вечера. Дмитрий подает свою закуску. О-о-о! Ну, как вы помните, тортик называется «Блинный секрет». Сейчас вы все опробуете на вкус и узнаете все мои секреты. Как с той фотографией жизнь удалась. Еще бы черной икрой подписали. Когда мы икру видим, мы все думаем о том, что это все равно предмет, он же у нас не в каждодневном потреблении. Это роскошь, это какие-то обычно там юбилеи, свадьбы, праздники. Поэтому закуска однозначно праздничная. Ммм, вкусно. Очень нежно. А секрет, я полагаю, в икре. Ну, один из секретов. Икра здесь выполняет все-таки украшения больше. Наверное, я думаю, секрет внутри этого торта как раз и связан с этим кремом сливочным. И с нежной, и слабосоленой семгой. Тут блины становятся мягче как-то, да? Конечно, все пропитывается кремом. Он немножко отстоялся у холодильнички. Холодненький такой. Ну, как и положено, холодная закуска. Да, да, богатая холодная закуска. Щедро. Блинный торт оказался исключительно вкусным. Там не выделялись особенно ингредиенты. Вот, все хорошо были подобраны, дополняли друг к другу. И такие жирные точки икры ставили. Вот, некое такое послевкусие, что ли. Отличный торт. Вот насчет семки, семки, да? Я не знал, что такое семка, но оказывается, что это рыба-рыба. Вот я, как сказал, морепродукты не так уж не люблю вот так. Но вот тут, как бы копченое, да, чуть-чуть, вот, рыбинное мясо, да, очень вкусное. И так нежно идет. Мне серьезно очень понравилось. Спасибо. Я очень рад. Очень рад, правда. Что ты для себя открыл новый продукт. В моей жизни я пробовал вот такие блюда, которые, вот, допустим, блинчики вот так слоями, да, а внутри, как бы, там, орехи, там, гриби, все такое, да, водоразные я пробовал. Но вот такой именно, вот такой со рыбой я бы не пробовал. Вот мне очень понравилось. А блин, это сампиок? Вкусно очень. Ну. Блин, это сампиок. А в глазах какие-то ушла блины. Да не, ну блины здесь, на самом деле, самое простое. Я очень люблю блины именно с соленой начинкой. И с икрой это вообще вот моя любимая комбинация. Но тут еще и семга. Как я угадал. Это просто царская, царская закуска. Несмотря на то, что все-таки я думаю, что для закуски это несколько тяжеловато, но вкус был очень гармоничный. Очень нежный, тонкие кусочки семги, достаточно вот прям сливочный вот этот нежный крем. Мне понравился именно крем и то, что ты добавил туда зелень измельченную. Это такой вкус придает определенный. Икрой ты меня не удивил. Я подозревала это. А вот сыр с зеленью, семгой я пробовала первый раз. Ты поразил меня. Ого-го. Умница. А если бы я готова, сама бы ничего не изменила. Ну, конечно, может быть, икру черную сверху. Шутка. Ребятки, дорогие мои, ну, я надеюсь, что вы место оставили для основного блюда. Я пойду за ним схожу. Сейчас придется. Закуска явно пришлась гостям по вкусу. И Дмитрий готов дальше покорять их своими блюдами. Передавайте, пожалуйста, наше основное блюдо. Внешний вид обнадеживает. Сейчас еще две. О-мое. Запах. И соус. И розан из огурцов. Я не придавал значения нюансам в виде цветочков из огурца, потому что сразу же бросалось такое в глаза большое панно из листа салата, соусов и самого главного блюда. И запахи, которые оно источало, были очень лакомыми. Творог соленый? Творог? Да нет, не должен быть. Ты не очень любишь соль? Я очень люблю соль. Ага. Так ты можешь еще досолить этот творог, если не соленый. Мне угодило на все 100%. Бесподобно. Курица высший класс. И я рада, что в качестве гарнира ты предложила нам эти легкие сезонные овощи. Спасибо тебе. Все очень вкусно. На здоровье. Самое главное. Курица была так хорошо посолена. Я даже отметила то, что Дмитрий явно влюблен, потому что на мой вкус нормально, но чуть-чуть солоновато. Это вот единственный небольшой минус. Обратите особое внимание на соус, ребята. Угу. Я на один обратил уже. Такой классно остренький. А этот другой? Другой стонул. Не, одинаковый, одинаковый. Я просто устарал, чтобы дома не было. И для правши, и для левши. Да. И у соседа еще что-то. Макую, что себе закончил. Ну, с чесночком это смело. Да, да. Ну, а как без него? Ну, конечно. Чтобы у всех были одинаковые шансы. Да. И по солености очень хорошо прям. Не отдать, не прибавить. Если так, здорово. Основное блюдо было очень вкусным. Оно было приправлено, посолено. Немного выше, чем... Больше, чем обычно, такие блюда солено. Это в моем вкусе. И плюс еще дополнительную там пикантность и остроту придавали соусу, который он сделал. Соус очень отлично просто. Мне даже понравилось. Такой переполох это вызвало в моем желудке. Куриный. Придраться мягчим. Мясо сочное. Так, как надо. Нет вот такой присущей грудки, допустим. Мампет, маховат. Вот все, как надо. Творог зелень я вообще очень люблю. И тут вот такого не ела, чтобы грудка была фаршированная творогом зеленью.